то лучше такого котенка сначала проверить на панекопению, то есть выделяет он, не выделяет этот вирус, какажет проверить. Если панекопения окажется отрицательным, то пускай себе живет, ничего дополнительно дезинфицировать не надо. Дезинфицировать надо было то помещение, в котором он был, когда болел. То есть у вас дома живут две кошки и котенок. Ничего туда дезинфицировать не надо, если они все вместе уже были. То есть они все встретились с этим вирусом, каждый его воспринял как смог. Котенок, соответственно, переболел в легкой форме, но ничего, хорошо. Ага, и тут вот еще дают советы по сохранению картин. Так, давайте тогда сейчас вернемся. Одна женой все, чего-то подвисла. Сейчас, чего-то подвисла немножечко. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, отключайся второй компьютер. Так, ну тогда приступим дальше. Инфекционное анемея кошек. Был вопрос тут у нас по поводу генобартонеллеза. Ну, вот сейчас как раз в конце, когда будем про диагностику говорить, про диагностику скажу. Инфекционное анемея кошек, генобартонеллез, острая для лихронически протекающей инфекционной болезни, характеризующаяся поражением ретроцитов и кровотворных органов, проявляющаяся лихорадкой, анемеей, гипплазией кровотворных органов. Возбудитель. Возбудитель, как только не называли. Раньше называли ее генобартонеллофелис. Сейчас называют ее генобартонелл... Мекоплазма гемофелис. О, на самом деле не обновила ее тут ничего, потому что сейчас считаются возбудителем генобартонеллеза четыре различные мекоплазмы с различными названиями. Это стоит учитывать при диагностике генобартонеллеза. То есть, когда вы берете анализы на ПЦР-исследование, стоит это ПЦР-исследование проводить на все типы мекоплазм, которые вызываются, то есть на инфекционную инфекцию. Заболевание достаточно широко распространено. Заболевают чаще взрослые кошки. Заболевание. И передается это заболевание при укусах, царапинах. Может передаваться при укусах кровососущих насекомых. Может передаваться от матери к воду. То есть, в принципе, достаточно легко и заразиться животным. Ну и достаточно часто это заболевание встречается. Клинические признаки. У некоторых животных заболевание может происходить, проходить бессимптомно. То есть, в принципе, никаких острых клинических признаков может не возникать. Может возникать небольшое угнетение. Может возникать лихорадка. Считается, что если у кошек периодически возникает лихорадка, которая самопроизвольно проходит, то есть, перемежающаяся лихорадка то есть, то нет, то такая лихорадка может быть связана именно с гемобартонелезом, с инфекционной анемией. Может возникать анемичность лихистых оболочек. Из-за того, что разрушается большое количество эритроцитов, количество эритроцитов, собственно говоря, снижается, возникает анемия. Может возникать спрена мегалия, потому что все разрушенные эритроциты рано или поздно идут в селезенку, и эта селезенка активно увеличивается в размере. Редко возникает желтуха. Может возникать, но достаточно редко. Дифференцирует это заболевание от различных других типов анемий, вызванных инфекцией. Ну и диагноз ставят на основании клинического анализа крови, уже можно запозрить, инфекционную анемию, то есть когда в анализе крови обнаруживается анемия, но анемия может развиваться по другим причинам. Также при проведении клинического анализа крови возможно обнаружение эритроцит, микроорганизмов в эритроцитах, то есть при обычном клиническом анализе крови лаборант может увидеть микроорганизмы в эритроцитах, но это не всегда. Для точной диагностики нужно проводить пациент-диагностику и именно смотреть различные типы гемотропных мекоплазов. То есть для точного диагноза нужно ПЦР-диагностику. Лечение. Без лечения погибают 30% больных кошек. То есть в принципе процент невелик, но такие лечения все равно нужно проводить. Лечение проводится антибиотиками. Доксициклин, тетрациклин, окси-тетрациклин. При выраженной анемии применяют преднизолон для того, чтобы снизить иммунный ответ, для того чтобы собственные клетки иммунной системы у кошек не так активно поражали, не так активно эритроцитов кушали. Если, опять-таки, анемия достаточно выражена, проводят переливание крови из литоксной терапии. Здесь доза антибиотиков. Но, опять-таки, антибиотики должны применять, назначать, применять только при медице с ветеринарным врачом. Поэтому все дозы примерные и всегда консультация ветеринарного врача. Если применяется доксициклин, то нужно всегда помнить, что доксициклин может приводить к развитию у животных эзофагитов, то есть поражению пищевода и структуру пищевода у кошек. Поэтому доксициклин всегда дается либо с достаточно порцией воды, либо с едой. И при применении энерфлоксацина считается, что у молодых животных может вызывать артропатии. Но на самом деле это не до конца выяснено, потому что не у всех типов животных доказано развитие артропатий при применении торхиналонов. Но учиться теоретически такой риск есть, поэтому обычно об этом упоминают. И также у кошек энерфлоксацина может вызывать слепоту, даже при применении терапевтических дозов этого препарата. Но на самом деле, пользуюсь этим препаратом достаточно давно и достаточно часто, ни одного случая слепоты я не видела. Но в литературе обычно об этом упоминается. По инфекционной анемии есть вопросы? Картинок у меня с инфекционной анемией, к сожалению, нет. Хламидиоз – это хроническое заболевание верхних дыхательных путей, вызванное внутриклеточными бактериями, характеризующимися конъюнктивитами, легкими воспалениями верхних дыхательных путей, в редких случаях пневмониями. Выбудитель у кошек, возбудитель хламидиоза – это хламидофила ферес. Раньше считалось, что хламидиопситация у кошек также часто вызывает хламидиозы. Сейчас как-то больше дают предпочтение хламидофилию ферес. То есть у кошек своя хламидофила, у остальных животных, а у людей своя хламидия. Чаще всего болеют молодые котята. Передается при прямом контакте, может передаваться с предметами ухода. То есть прямой контакт – это, как правило, при чиханиях и так далее. Вне организма микроорганизм довольно быстро погибает. Основные клинические симптомы – это хронический конъюнктивит, обильное слезотечение, как правило. Конъюнктивит сначала с одной стороны, потом с двухсторонним. Может развиваться ренит и могут развиваться пневмонии. То есть это такой коглик заболеваний, достаточно похож на герпесовирусную инфекцию, более хронически протекает, как правило. Раньше считалось, что хламидиоз – это основное заболевание. Хламидия – это основные агенты, приводящие к воспалительным заболеваниям в верхних дыхательных путях. Сейчас доказано, что герпесовирус и кальциевирус чаще приводят к респираторным заболеваниям, чем хламидия. То есть хламидия есть, но если вы что-то видите, если есть какие-то заболевания в верхних дыхательных путей, то в первую очередь это вирусная инфекция, а не хламидиозами. А хламидии чаще поражают конъюнктивы, вызывают конъюнктивит. Дифференциальный диагноз дифференцирует от инфекционного ринотрохиита. Заболевание это всегда сразу билатеральное и часто с язвами роговицы. От кальциевироза, уже говорили по поводу того, что основным клиническим симптомом кальциевироза является язвенный стоматит. И от бордотеллеза. При бордотеллезе чаще возникают поражения именно легких. Без верхних дыхательных путей, без поражения конъюнктивы. Для диагностики проводят ИФА-исследование, ПЦР и посевы на специальные среды. Считается, что посевы на специальные среды являются наиболее чувствительным методом диагностики. Ну и лечение. Все, что касается бактериальных инфекций, у нас есть специфическая терапия. И специфическая терапия бактериальных инфекций – это антибиотики. Антибиотики применяются либо системно, либо местно. Системно, опять-таки, доксициклин, тетрациклин. Местно – это могут быть тетрациклиновая глазная мазь, которую довольно часто все применяют. Также при лечении стоит уделять внимание физической очистке ноздрей, физической очистке глаз. Потому что, на самом деле, если в складочках... Почему в складочках? Потому что перцев сразу приставила. Если там такая есть довольно выраженная складка, в которой постоянно есть какое-то количество соплей и так далее, ну, там микроорганизмы эти будут довольно долго сохраняться. Поэтому физически жить – это важно. Сейчас у нас тут картиночки есть с хламидиозом. Ну, здесь такая комьюнктива отечная, с небольшим количеством выделений. Несчастного котеночка берут анализ на ПЦР. И вот эти зеленые непонятные штучки – это метод иммунофлюоресценции, который часто используется для диагностики хламидиоза. То есть, это непосредственно сами микроорганизмы в клерках хозяина. По хламидиозу, смотрю, вопросов нет. Ибо, если есть вопросы, задавайте. Остался микоплазмоз, про которого не так уж много искору. Вот тут вопрос у кошки, взятый с улицы 3 месяца назад, выпадение слезной железы 3 века. Живет на передержке, где еще 8 кошек непривитых. Из них 6 домашних, 2 на передержке. За время нахождения кошки там умер один котенок из полета. Причина неизвестна. Месяц назад его кошку привили по реваксам. Четырех вариантом. Когда привезли на первую вакцинацию, нащупал подколенные шейные лимфатические узлы. Но, тем не менее, у кого вакцина потекли в глаза на третий день после прививки. Это обострение имеющейся инфекции или заражение... От вакцин, наверное, имеется в виду. Через 3 недели на ревакцинацию лимфатические узлы уже не нащупали. Врач была другая, но она прививать не стала, так как рамуфиат еще есть, хоть и нет явных выделений. И что делать в таком случае? Лечить или заново прививать анализы. Ждать, какие есть ли схемы лечения до проявления. Каким еще оперировать глаз. Делать репозицию слезной железы. Хочу понять порядок действий. Ну, смотрите, здесь на самом деле нужно уже конкретно с вашим случаем разбираться, потому что тут непонятно. Так. Это может быть на самом деле и обострение той инфекции, которая была. Даже скорее всего это обострение той инфекции, которая там была. Ну, и опять-таки какая-то может быть инфекция. Это может быть герпесвирусная инфекция. И чаще всего, да, таким клиническим симптомом именно протекает герпесвирусная инфекция. Из-за чего были увеличены подколенные и шейные лимфатические узлы, я точно сказать не могу. На самом деле, сама наблюдаю питомник животных, в которых регулярно обнаруживают увеличенные подколенные и шейные лимфатические узлы. Иногда это как-то связано с клиническими симптомами, иногда это не связано. Но у них там очень много инфекций бродит, на самом деле. Связано ли это как-то с вакцинацией? Ну, это может быть связано с вакцинацией. Это может быть связано с тем, что животное стрессовало, потому что вакцинация, на самом деле, не самое приятное мероприятие для животного. Непосредственно с самой вакциной, которую ввели, ну, вряд ли. Скорее всего это больше связано именно с процедурой вакцинации. Когда вам дальше прививаться, это тогда, когда животное станет клинически здоровым. То есть сейчас, по идее, нужно полечиться и уже потом вакцинироваться. На самом деле, если вот такой вот какой-то более личный вопрос, то я думаю, что удобнее мне будет потом ответить, в личном порядке. Потому что схему лечения, там, с дозировками и так далее, я давать не хочу, потому что в каждом конкретном случае лечение подбирается врачом. И на самом деле оптимальным вариантом является схема лечения. Когда врач, по крайней мере, видит этих животных, и он может их осматривать, понимать, что именно делать. Потому что иногда вроде как что-то рекомендуют, что-то делают, а потом оказывается, что какой-то небольшой факт не учли. Например, я не смогла осмотреть животное, я его не видела. Это совершенно ясно, что все дело совершенно в другом. В любом случае, если животное такое заболело, это ограничить его от стрессов и симптоматическое лечение. То есть глазки промывать, носики промывать и так далее. Антивлёчки, как правило, широкого аспекта действия применяются. Кормить, что делать, хорошо. Возможно, имеет смысл сдать анализы на инфекции. То есть какие инфекции в таком случае могут быть, это и герпес может быть, может быть и холмидиоз. То есть основные, может быть и кальциевый рост. В принципе, лучше сдать анализы на инфекции. Следующая инфекция – это микоплазмоз. На самом деле микоплазмоз как системное заболевание ни у собак, ни у кошек не описан. В принципе, нет такого микоплазмоза. Роль микоплазмы в респираторных заболеваниях у кошек не выявлена до конца. Микоплазма может обнаруживаться при конъюнктивитах. И если есть конъюнктивит и если есть микоплазма, то, скорее всего, микоплазма какое-то участие в этом конъюнктивите принимала. Но если конъюнктивита нет, а микоплазма есть, то, скорее всего, эта микоплазма просто мимо пробегала, и никаких клинических проявлений к животному, никакого беспокойства к животному не заставляет, и эту микоплазму трогать не надо. Микоплазмы могут обуславливать у животных развитие артритов и подкорбных абсцессов. Такие случаи описаны, и описаны они больше, чем микоплазма, которая связана с какими-то заболеваниями половых органов, например. Потому что я знаю, что очень многие микоплазмную инфекцию связывают с какими-то заболеваниями полового аппарата. Нет, микоплазма, как правило, может вызывать респираторные какие-то симптомы, может вызывать конъюнктивиты, но что касается половых органов, то есть какие клинические симптомы могут быть? Это всерозное выделение, гнойное выделение, конъюнктивиты, заболевания третьего века. И, как правило, эти симптомы могут довольно быстро исчезать. Для диагностики микоплазмоза проводят посевы и пациентную диагностику. Опять-таки, по поводу посевов, посевы являются наиболее чувствительным методом, потому что по посеву мы можем определить не только, есть микоплазма или нет, но мы можем определить ее количество. Потому что даже у нормального животного может присутствовать какое-то небольшое количество микоплазма. Это не является патологией. Лечить микоплазмозы, соответственно, тоже антибиотики. Тоже токсициклин, токси... Тетрациклин, тилозин. Лечение микоплазмоза проводят длительно. Ну, на самом деле, при большинстве тех бактериальных инфекций, которые я сказала, лечение проводится достаточно длительно. При гемобартендиоде тоже длительность лечения не меньше 4 недель. При хромидиоде также достаточно длительное лечение должно быть. То есть, не нужно радоваться, когда клинические симптомы исчеркли. Если вы начали лечиться этими антибиотиками, то нужно лечиться долго. Тут еще спрашивают, различна ли схема лечения. Ну, вообще схема лечения различна для каждого животного. То есть, если мы какому-то животному будем применять антибиотики широкого спектра действия, то другому животному можно применять немножко другие антибиотики. Одному животному нужно регидратировать, другого животного не нужно регидратировать. Поэтому, на самом деле, различные схемы лечения. И для того, чтобы их определять, нужен доктор, который непосредственно может видеть животное. Поэтому, ну, не люблю я просто давать такие вот какие-то рекомендации по лечению животного, которого я не видел. Потому что я считаю, что это немножко неуместно, это неправильно. Вопрос, какова длительность лечения при вирусных инфекциях? Длительность лечения пока есть клинические симптомы. То есть, так как лечение вирусных инфекций, оно в основном симптоматическое, то пока есть симптомы, мы лечим животное. Когда симптомов нет, когда животное ест, пьет, кушает, как бодро и весело, лечить его дальше не стоит. А при бактериальных инфекциях именно стоит закончить курс. Потому что лечение у нас направлено на уничтожение непосредственно бактерий. То есть, если мы уничтожаем бактерию, то эту бактерию нужно уничтожать определенное количество времени. Ну и бактериоз. Это также бактериальная болезнь, характеризующаяся поражением верхних дыхательных путей, воспалением подчелесных, лимфатических узлов. То есть, тоже заболевание верхних дыхательных путей. Вот возбудитель, бордотелла, бронхисептика. Она передается при прямом контакте, а стресс усиливает восприимчивость. На самом деле, очень часто просто, опять-таки, в приютах, в питомниках есть несчастные кошки, которые периодически болеют герпесовирусной инфекцией, и очень часто к этой герпесовирусной инфекции наслаивается еще бордотелла, бордотеллез. И при этом кошки начинают кашлять. То есть, если герпесовирусная инфекция, она больше характеризуется выделениями износа активными, то для бордотеллеза более характерно появление кашля. может быть затрудненное дыхание, могут быть хрипы при аскультации. Как правило, можно видеть довольно характерные изменения на рентгенограмме. То есть, бордотеллез более нижний отдел дыхательных путей поражает. То есть, уже ближе к легким у нас все это. Дифференцируем бордотеллез от кальциевирусной инфекции, герпесовирусной инфекции и тхомидиоза. Но на самом деле бордотеллез очень часто вместе с герпесовирусной инфекцией идет. То есть, часто он с кем-нибудь заодно. Для того, чтобы поставить диагноз, необходимо брать бак посевы, возможно проведение ПЦР-диагностики. Ну и, как правило, на рентгенограмме можно увидеть довольно характерные симптомы. Лечение в идеале проводится лечение у нас направлено, соответственно, на уничтожение микроорганизма. То есть, проводится антибиотикотерапия. В идеале эта антибиотикотерапия должна проводиться только после подтетровки. Ну, крайне редко так бывает. Как правило, начинают уже эмпирически какую-то антибиотикотерапию сразу после того, как мы подразумеваем бактериальную инфекцию, начинают с амоксицелин клавуановой кислоты. То есть, считается, что этот микроорганизм довольно чувствителен. к этому антибиотику. Но, если честно, из личного опыта не всегда они хорошо реагируют на амоксиклаз. Очень часто приходится какие-то антибиотики дополнять. И если что-то дополнять, либо если что-то менять, то опять-таки приходит на помощь садоксициклин, тетрациклин. В данном случае лечение продолжают до исчезновения клинических симптомов плюс 10 дней. То есть, 10 на клинические симптомы смотра. Если про те инфекции мы говорили, что просто длительное лечение, то тут уже больше по клиническим симптомам плюс еще 10 дней. На самом деле, это последний слайд. Что еще хотела сказать? Лечение на самом деле инфекционных заболеваний может быть не очень простым, особенно, когда нужна какая-то активная поддерживающая терапия, когда нужна жидкостная терапия. Поэтому, если животное достаточно в тяжелом состоянии, то идеальным лечением является стационарное лечение. К сожалению, достаточно редко в клиниках можно встретить стационары для инфекционных животных, но у нас в сети клиник есть такой стационар, то есть в принципе у нас вы можете поместить животных в инфекционный стационар, где ему окажется собственно говоря всю помощь. Поэтому если у вас есть инфекционные животные, милости просим в наш инфекционный стационар. Есть ли еще у кого-то вопросы? А, у меня тут еще есть картинки с бордотеллезом. Ну, картинки на самом деле не самые понятные, потому что это картинки с пневмонией, это легкие маленького котеночка, гистокартинка с легкими и рентгеновский снимок. на котором есть клинические картины, которые похожи на бордотеллезом. На самом деле хоть достаточно характерен рисунок на рентгенограмме, но при некоторых других заболеваниях может быть тоже похожее изменение, поэтому очень часто на самом деле проводят первичную эмпирическую терапию амоксиклавом, дальше смотрят и терапируют неревики. Не всегда такая картина на рентгенограмме говорит именно о бордотеллезе. Вопрос, в какой из сети клиник есть инфекционный стационар. Инфекционный стационар у нас находится на Захарова 21 Все вопросы по инфекционному стационару вы можете задавать Юлию Юрьевне Дегтяревой, которая является главным врачом на Захарова 21 их можно задавать на сайте клиники в рубрике вопрос-ответ Также на сайте клиники у нас есть большое количество статей. Если кому-то интересно. В принципе, статьи достаточно интересны. Все статьи подготовлены нашими врачами. Как правило, врачи начинают писать статьи после каких-то клинических случаев. Все эти статьи навеяны клиническими случаями. достаточно интересны. Вопрос по кошке после лечения нужно ли прививать заново? Да, лучше привить еще раз. Двукратно вакцина. Вопрос какие антибиотики лучше использовать при вирусных и бактериальных инфекциях. Часто прописывают цифрам, но отношение к нему неоднозначно. На самом деле, при вирусных и бактериальных инфекциях, что касается вирусных инфекциях, то чаще всего применяют антибиотики широкого спектра действия. И чаще еще, во всяком случае, мы начинаем с амоксиклала, то есть синолокс, амоксислин с кламулановой кислотой. Что касается бактериальных инфекций, то это зависит от инфекционного агента. Если вы посмотрели презентацию, то в большинстве случаев большинство бактериальных агентов хорошо реагируют на доксициклин. Поэтому как правило антибиотическим выбором является доксициклин. Прививать нет, вторую вакцину вводят и все, оперировать лучше поздно прививок. В итоге в принципе у нас на форуме сайта можно задавать вопросы, можно задавать какие-то конкретные вопросы по животным, просто так, чтобы меня сейчас долго не объяснять, что-то одному человеку по поводу котят или еще что-то. Вопросы можно задавать на форуме, можно задавать на сайте, мы всегда ответим в течение суток. Можно задавать вопрос общий вообще всем врачам так же можно вопросы задавать и конкретно какому-то врачу, с которым мы хотели бы пообщаться. вопрос, насколько необходим при лечении ранколетин, который достаточно часто назначают. На самом деле ранколетин препарат с недоказанной эффективностью, поэтому мы его при лечении животных не используем. Поэтому не очень-то он необходим, так скажем. не очень-то много . Нет. Смотрите, если в принципе Если больше вопросов нет, то можем заканчивать. Еще раз, ссылка на запись вебинара будет на нашем сайте, поэтому если кому-то интересно будет посмотреть вебинар еще раз, либо посмотреть внимательнее картинки, можно будет все посмотреть на сайте. Вопрос, чем больше прерывает животных, какую вакцину не пробивает, я сказать не могу. Потому что все производители вакцин говорят, что их вакцины самые лучшие. Масштабных исследований, сравнивающих вакцины между собой, не проводилось. Не встречала я, чтобы было написано, что мы провели исследование квадрикета, пуривакса и трикета. И мы выяснили, что трикет лучше. Поэтому все вакцины, мое личное мнение, что все вакцины примерно одинаковы. Разные условия прерывания животных, и на этом мы должны больше сконцентрировать свое внимание, чем на выборе производителя вакцины. Ну, смотрите, тогда, если вопросов больше нет, тогда мы заканчиваем. Надеюсь, что всем было интересно. Надеюсь, что не было очень залумно и не губнило. Потому что мне почему-то кажется, что у себя слишком много информации, и она довольно тяжело усваивается. Презентацию можно будет посмотреть, соответственно, когда вы будете видеть... Когда перейдете по ссылке на вебинар, вы можете посмотреть презентацию именно в записи. Саму презентацию отдельно нет, она у нас не выложена. По поводу того, нужно ли прививать хламидиоз. Есть такие рекомендации международных организаций по различным прививкам. Хламидиоз не стоит обязательным. То есть, обязательно считается, что можно и не прививать. Но я смотрю, у нас в последнее время все больше и больше людей начинают прививать хламидиоз. То есть, в принципе, есть вероятность того, что поможет, но в обязательном перечне прививок не стоит. Ладно, я сейчас буду постепенно ждать, то вопросов будет все больше и больше. Если вы пересмотрите презентацию, и у вас возникнут какие-то вопросы, то давайте там, пишите на сайт, задавайте вопросы на сайте. Все. Всем до свидания. Надеюсь, было интересно и познавательно. Все.